Друзья, всем огромный привет! Рада видеть вас у себя на канале. В этом видео хочу вам показать, что мы заказали на Allegro. И в принципе, хочу распаковать вместе с вами эту посылку. Вы посмотрите, в каком состоянии приходят посылки, как продавцы упаковывают свои товары для того, чтобы доставить их. И посмотрите, что же мы заказали. И на Allegro есть очень много продавцов. Естественно, что один продавец может быть лучше, другой продавец может быть хуже. Однако, в принципе, я думаю, что у них есть определенные требования. Так что я думаю, что вам будет интересно. И вы для себя сможете сделать выводы, стоит ли вам заказывать с этого сайта. На этом сайте очень много товаров. Вы можете заказать от ложки до какой-то сантехники, до стиральной машины. В принципе, там огромный ассортимент разных товаров. И хорошая доставка. То есть вы можете выбрать условия доставки, вы можете выбрать и курьера. В общем, разные условия доставки. Что мы заказали? Мы заказали сушилку для овощей. По-польски это называется сушарка до водцев и бежипов. Что-то наподобие такого. Там есть огромный-огромный выбор. Когда-то мы уже заказывали и покупали такую сушилку. Но она достаточно износилась. Прослужила нам несколько лет. И я, если честно, ее не щадила. И использовала по полной. Она износилась. У нее поломались некоторые поддончики. Треснула она. Хотя она до сих пор еще сушит. И могла бы, наверное, прослужить. Но ее внешний вид просто меня немножко расстраивал. Поэтому мы решили заказать другую новую. И давайте вместе с вами ее распакуем. Посмотрим, что же там внутри находится. И я думаю, что это видео будет для вас интересно и полезно. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Я обязательно жду вас в комментариях после просмотра видео. Жду ваши пальчики вверх. И давайте приступим к распаковке. Попытчатая пленка. Я такую вижу первый раз. Хотя, нет, я видела раньше. Но чтобы к нам приходила такая, то это первый раз такое. Ну что, вот так вот она выглядит вживую. Здесь есть переключатели. Выключение, включение на 40, 50, 60, 70 градусах. Так, сейчас мы сложим ее полностью. Слушайте, я прям максимально довольна. Эта сушилка такая маленькая и миниатюрная по сравнению с той, которая у меня была. Хотя, в той я и сушила очень много. В этой же, не знаю, как она у меня пойдет. Ну, в принципе, достаточно глубокие у нее вот эти поддончики. Поэтому я надеюсь, что мы как-то с ней поладим. И она более компактная и меньше занимает места. Поэтому я думаю, что она нам прослужит хорошо. Вот такая вот у нее книжечка. Прочитаем, посмотрим. В общем, я, по крайней мере, по размерам ее. Я очень довольна. Попробуем в ней что-то посушить. И, если что, уже в описании под видео буду писать, довольна я или нет этой сушилкой. Сушилка обошлась на 120 злотых, если прямо округлить. Ну что, могу сказать, что сушилка мне очень понравилась. Особенно ее размер. Она достаточно компактная. Может поместиться даже на маленькой кухне, на такой, как у меня. У меня очень маленькая кухня. И я думаю, что найду ее уголочек для того, чтобы пока есть лето и сезон заготовок, я смогу ей пользоваться. Поэтому я осталась очень довольна. Посмотрим, как она будет эксплуатироваться. Поэтому, если вам интересен отзыв именно на эту данную сушилку, то через какое-то время я, возможно, в описании под видео оставлю уже окончательное мнение о ней. Так, в принципе, мне очень нравится. Минимальная температура, на которой можно сушить овощи, либо фрукты, это 40 градусов. Максимально это 70. Этого вполне достаточно. Я стараюсь сушить овощи и фрукты, и вообще любую зелень. Я стараюсь сушить на 40 градусах для того, чтобы максимально сохранить витамины, которые есть. Я заметила, что поляки очень-очень любят сушить грибы. Именно покупать сами грибы и сушить их на сушилке. И сушат, и очень даже пользуются потом этими грибами. Не видела, чтобы поляки сушили помидоры, либо еще что-то такое. Вот в основном я именно видела, что они сушат грибы. Ну, наверняка сушат и какие-то другие овощи, фрукты. Также можно сушить апельсины для того, чтобы украшать квартиру, украшать дом. В преддверии Рождества это очень хорошо, поэтому, в общем, как-то так. Так что я осталась довольна. И напишите в комментариях, что вы любите сушить, что вы даже рекомендуете мне посушить на этой сушилке. Пока еще лето. Я приму к сведению. Собираюсь я сушить обязательно бананы. Это как лакомство для деток. Также, конечно же, делать максимально сухие фрукты сейчас из вишни, черешни, возможно. Потому что черешня уже сейчас практически отходит. Но вот вишня как раз, как раз. Поэтому вишню буду тоже сушить. Потом можно добавлять ее и в каши. И так просто давать деткам погрызти. Естественно, яблоки. Но яблоки, они круглый год можно их купить и свежими. Но и дети иногда любят, знаете, потеребенить именно сушеное яблочко. Поэтому сушить буду и яблоки тоже. Сливы. Сливы обязательно я тоже буду сушить. Также зелень и ботву разных овощей. Например, моркови. Потом можно добавлять это в смузи. Либо добавлять в суп. Тоже можно добавлять какие-то разные блюда. Поэтому да. Зелень буду тоже сушить. Хотя зелень я люблю больше замораживать. Потому что когда она в заморозке, она такая более очень такая свежая-свежая. Но немного и засушу тоже. Так что сейчас я полным ходом занимаюсь, как вы поняли, именно заготовками. Буду ждать от вас. Поскольку здесь у меня тоже очень много и польской аудитории. И я думаю, что вам будет что мне порекомендовать в плане сушения. Здесь больше, что вы любите сушить. Мне тоже будет очень интересно почитать. Так что огромное спасибо вам за просмотр. Наверное, буду на этом заканчивать. Надеюсь, вам было интересно это видео. Если это так, обязательно не забывайте, что я жду вас в комментариях. Если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь на мой канал. И увидимся с вами в новых видео. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»